Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях большой человек. Человек, выигравший любительский Арнольд Классик, сходу вошедший девятку на профессиональном помосте на Арнольде и недавно занявший девятое место на Орландо Экспо Еврогеймс. Виталий Фатеев, я думаю, вы все его уже хорошо знаете, следите за его карьерой, особенно после того, как он получил прок-карту. Сегодня он поделится с вами своими секретами. К сожалению, приношу извинения Виталию и вам, большая часть интервью почему-то пропала с карты памяти, хотя файлы технически остались. Вы увидите только концовку, о чем Виталий рассказывал и говорил, пока мы с ним гуляли по парку Юниверсал. Основное внимание он заострял на том, чтобы вы не переживали, что у вас мало денег. В чем вы тренируетесь, где вы тренируетесь? Главное – тренироваться. Тренироваться, бахать, работать, верить в свою идею, в свою мечту, окружать себя только людьми, которые будут вас поддерживать, помогать вам на этом пути. Никогда не сравнивайте себя с кем-то другим. Сравнивайте себя только с самим собой, вчерашним. И становитесь лучше сегодня. Тогда все будет хорошо в будущем. Тренируйтесь. Не смотрите на соседа, не смотрите на того, кто тренируется рядом с вами. Не слушайте никакие негативные отзывы в свой адрес. Оденьте шоры как лошадь и идите вперед. Если у вас нет денег, хорошо, грамотно питаться, тоже не стоит переживать. Тренируйтесь. Придет время, вы наладите свое питание, как спортивное, так и натуральное. Самое главное – идти к своим целям. Если вы посмотрите, то жизнь показывает, что тот, кто начинал с самых низов, достигает вершины. Тот, кто начинает уже на подготовленной почве, богатые родители и еще там что-то, тот более расслабленный, у кого не такая воля к победе, не такая вообще сама по себе железная воля. Самое главное, ребята, тренироваться. Верить в себя, верить в успех. Окружение в вашей жизни решает очень многое. Какими людьми вы себя окружаете, так идет ваша жизнь. О чем вы думаете, о чем мечтаете, то и происходит. О чем думает ваш тренер, наверное, да? Тоже очень важно, да. Важно найти тренера. Но я, насколько знаю, ты обходишь ли ты с тренера? Ну, ты знаешь, вначале, да, вот я всегда говорю, что мной занимался Сергей Кошкин, это международный мастер спорта и чемпион мира по штанге, который поставил мне все эти техники. И я был пацаном там 16-летним, который и не знал, что бил белки, жиры, углеводы буквально там через неделю. Я показал те результаты, на которые, в принципе, не рассчитывал. Я выиграл в абсолюте, можно сказать, в местный конкурс по пауэр-лифтингу. Я смог преодолеть свои, там, показатели на 40 килограмм в каждом, наверное, упражнении в течение двух недель. Но это уже говорит о том, что человек, если может, да, грамотно донести, он может раскрытывать потенциал и ты в дальнейшем уже будешь рассчитывать на более серьезный уровень развития. Что как раз таки является этой мотивацией достижения все больших и больших результатов. И возвращаясь к теме, опять-таки, на подбор персонала, вот то, что занимается Егор. Можно перечислить, наверное, всех, да, кто у него работает тренером. Все являются призерами соревнований. И пусть даже если это не серьезный бодибилдинг, то это фитнес. Вот можно Машу отметить, да? Маша вообще молодец. Все говорят, что хитоняшки, да, на самом деле, такие девочки крепкие и выполняют такие объемы. Тренировочный Артем, вот который выиграл буквально на днях на Орландо Европа-шоу. Если Егор выложит сейчас в этот наш небольшой ролик видео, как Артем Балерс, два из таких монстров, это уже просто говорит о том, что человек обладает большой силой воли, воли, характером, это же тоже мотивация. 19 лет, парню. Он работает, живет на копейке. И порой нечего есть, о чем ты говоришь. Ну ладно. Но... Я бы не сказал, что в Америке нечего есть. Преукрашивает. Ну парень зарабатывает тебе на жизнь полностью, целиком, сам в 19 лет. Да. Работает, тренируется. И он, кстати, недавно сказал, что он зарабатывает гораздо больше, чем Егор зарабатывал в его возрасте. Я это слышал. И не жалуются. Да. Ходит на тренировки. Это очень-очень важно. Поэтому прислушивайтесь к секретам, к вещам, которые говорит Виталий Павлович. И окружайте себя правильными тренерами, которые будут вас вдохновлять своими показателями. И опять-таки возвращаясь к соревнованиям, да не обязательно, чтобы человек выступил на соревнованиях, главное, чтобы он ориентировал, чтобы он показывал своим примером, потому что он может держать эту диету на протяжении долгого периода времени и оставаться на позитиве, опять-таки, каждому. Я не люблю это слово клиент, да, но для каждого находить полный объем той энергии, для того, чтобы провести качественную персональную тренировку. Это тоже много, многого значит. Это значит, потому что человек подходит грамотно в своей работе. Он может и свой тренинг поставить так, чтобы он прогрессировал в то же время. Поделиться этим. Поделиться, да. Если еще и свободные энергии для того, чтобы проводить качественные персональные тренировки. Это уже, да, говорит о том, что у вас есть перспектива, как работать, так и совмещать свою жизнь с фитнесом. То есть у вас все получится. То есть ты считаешь, что выражение не бывает плохих учеников? Правильно, да? Я считаю, что нужно выбрать нагрузку по себе. То есть, несмотря, какая занятость у человека, если он по большей части сидит в течение дня за компьютером, ну, естественно, ему будет кайф подвигаться, но и в то же время он не должен перегружать так сильно свою ЦНС, чтобы потом это не отражалось негативно на выполнении его определенных задач, да, связанных с работой. И вот этим, как раз таки, занимается грамотный тренинг, который подбирает для вас нагрузку таким образом, для того, чтобы вы могли прогрессировать, выглядеть так, как вы хотите достойно выглядеть, и в то же время заниматься своими последневными делами. На самом деле, это не занимает очень много времени. То есть три тренировки в неделю, если вы хотите вообще выглядеть супер, то это четыре тренировки, и вы будете выглядеть выступающим спортсменом. Благо сейчас много продуктов, да, и спортивного питания, в которых это отдельная, наверное, передача нужно снимать. Об этом да. Если у вас не бывает возможности, к примеру, поесть, спортпит прекрасно подходит в плане того, чтобы носить его с собой и перекусить им, если вы не можете, к примеру, поесть нормальной пищей. Это очень-очень важно. Никогда не пропускайте приемы пищи. И пользуйтесь спортпитом именно, чтобы... Качественным спортивным питанием. Не ведитесь на рекламу того, что вам могут предложить там, допустим, немножко дешевее бренд, лучше, конечно, выбрать что-то такое среднее, то, что вам по карману, и вы будете точно уверены в качестве спортивного питания. Потому что, да, сейчас тоже в связи с кризисом. Но, опять-таки, это отдельная тема. Отдельная тема, да. Может, мы как-нибудь встретим ее в другой раз. Я думаю, обязательно. Да, да. Спасибо, Виталь, большое, что уделил нам внимание. Спасибо вам, занимайтесь. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока. Спасибо. Ваше окружение решает... Ой, за мной. Рекламная пауза. Так что, друзья, обращайте внимание на внутреннее, а не на внешнее. Если вы хотите тренироваться, то тренируйтесь. Не ищите причины, чтобы не ходить в зал. Что там нет у вас хорошей качалки, она далеко. Если надо, вы пешком 2 часа пройдете и будете тренироваться. Ну, ладно. Я не пошел бы. Я ходил, я работал на конвейере. Слеснуться 30 килограмм, но это проблематично. 40 минут я шел после работы, после конвейера, чтобы потренироваться пешком. Но не об этом речь. Ну, да. Конечно, не все же здесь вот... Сумасшедшие. Не все же сумасшедшие. Ты хотел более, да, подобрать? Самый главный совет, который дал вам Виталик, тренируйтесь. Тренируйтесь, если вы только начинаете как пауэрлифтер. Сиси не видишь, уже мы. Поехали. Такие основные рекомендации именно для тренинга. Если у вас нет возможности есть спортивное питание, не переживайся. Иногда бывает время... Вы когда-нибудь начнете с его ездить. Тренинг... Тренинг! Продолжение следует...